МЧС сразу сообщило, что взорвался газовый баллон. Департамент по ЧС Мангистауской области около восьми вечера в понедельник выдвинул новую версию причины взрыва. Взрыв произошел предположительно из-за утечки природного газа. Вы спросите, а какая разница, из-за чего рвануло, из-за баллона или из-за утечки? А разница тут принципиальная. Общий привет! Достар! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперболей. Вторая рабочая неделя подряд начинается с Жану Зена. Прошлый понедельник полтораста рабочих нефтесервисной компании Берали Магистал Компани прибыли в Астану и стали пикетом у Министерства энергетики, ожидая, что к ним выйдут руководители отрасли и они изложат им свои требования. Их компания проиграла тендер, не получила суп подряд на подземный ремонт скважин и персонал остался без работы. Наш канал следил за ситуацией всю минувшую неделю. А в этот понедельник, 17 апреля, в Жан-Аузене в жилом доме в 4 часа утра рванул газ. МЧС сразу сообщило, что взорвался газовый баллон. И это словосочетание «газовый баллон» перекочевало в заголовке первых новостей. Мне сразу вспомнились взрывы газовых баллонов в Актау 7 ноября 1921 года в кафе «Шеркала». К счастью, тогда обошлось без жертв. И 12 января этого года на станции технического обслуживания, где при пожаре взорвались 6 бытовых газовых баллонов. Там погибла женщина, еще трое мужчин получили ожоги. Но в Жан-Аузене-то был жилой дом. Впрочем, к этому баллону мы еще вернемся, а пока о том, что случилось. Очевидно, кто-то из жильцов, держащих ураза, стал, чтобы позавтракать до рассвета. Включил газовую горелку, тут и рвануло. В разборе завалов было задействовано более полусотни спасателей и кинологический расчет. 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая помощь и сотрудники местных исполнительных органов. Из-под завалов извлечены тела четверых погибших. За медицинской помощью обратилось 13 человек, в том числе 8 детей. Из них госпитализированы 6 человек, 7 отпущены домой. Все госпитализированные получают лечение в отделении травматологии, а находящиеся в тяжелом состоянии в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Один пациент транспортирован в областную больницу санавиацией. Это был дом номер 12 во втором микрорайоне Жанаузена. Два этажа, один подъезд, 12 квартир. Он был построен еще в 1977 году. Несмотря на солидный возраст, 46 лет к аварийному жилью не относился. Общая площадь дома 621 квадратный метр. Подъезд обрушился на площади 150 квадратов, то есть четверть. Сообщается, что от взрыва серьезно пострадали 4 квартиры. Жанаузенский городской отдел ЖКХ информировал, что только после разбора завалов будет проведена оценка состояния дома, подлежит ли он восстановлению. На место ЧП оперативно прибыл Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Он посетил место ЧП, выразил соболезнования семьям погибших, навестил пострадавших в больнице и поблагодарил волонтеров и неравнодушных жителей города, которые оказали помощь аварийным службам. Казмурайгаз выпустил пресс-релиз, в котором пообещал обеспечить всех решившихся жилья в результате ЧП новыми квартирами. Департамент по ЧС Мангистауской области начал досудебное расследование по статье 292, часть 3 Уголовного кодекса РК нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц. Прокуратура области определила группу процессуальных прокуроров по этому делу. Совместным приказом ДЧС и Департамента полиции региона создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. Досудебное расследование находится на контроле областной прокуратуры. Теперь вернемся к версии взрыва газового баллона. В моем обывательском понимании баллоны со сжиженным газом люди покупают для приготовления пищи в тех населенных пунктах, которые не газифицированы, то есть не подключены к газовым сетям. Ровно два года назад, в апреле 2021-го, на канале Гиперборей вышло расследование, посвященное как раз дороговизне подключения к газу в Алматинской области. Тогда мы съездили в Талдыкорган и посетили областной Акимат, который позже сгорел во время Кантара. Там я взял интервью у тогдашнего руководителя управления энергетики и ЖКХ области Баглана Танекенова, и он меня снабдил интересным документом под названием «Газификация Республики Казахстан», который вышел из недр Министерства энергетики. Так вот, согласно этой таблице, уровень газификации Мангистауской области на 1 января еще 2020 года составлял 99%. Так откуда в Жанаузенской квартире было взяться газовому баллону? Я связался с Салтанат Бралиной из Актау. Она предприниматель в сфере экологии и недавно выступала у нас на канале. Салтанат не раз бывала в Жанаузене, и я спросил ее насчет баллонов. Она написала мне, что город давным-давно газифицирован. Правда, люди иногда используют газовые баллоны, но не в квартирах, а на улице. И Жанаузенский городил ЖКХ подтвердил, что пострадавший дом имел централизованное газоснабжение. В общем, пока я размышлял, откуда в Жанаузенской квартире мог появиться баллон со сжиженным газом, департамент ПОЧС Мангистауской области около 8 вечера в понедельник выдвинул новую версию причины взрыва. Цитирую. «Взрыв газовоздушной смеси произошел предположительно из-за утечки природного газа». Вы спросите, а какая разница, из-за чего рвануло? Из-за баллона или из-за утечки? Людей-то не вернешь. А разница тут принципиальная. Если взорвался баллон, чаще всего виноват только его владелец. Но если произошла утечка газа, ответственность может быть не только на жильцах, которые не перекрыли газовый вентиль. Тут правомерно встанет вопрос о степени изношенности газовых сетей и сроках их последнего ремонта. И зона ответственности значительно расширится от КСК до газоснабжающей организации, до город-дела ЖКХ и даже до самого городского Акимата во главе с Айбеком Кусуаковым. Тем самым, который в ночь с 11 на 12 апреля, когда в поддержку задержанных в Астане нефтяников поднялся весь Жанаузен, записал видеообращение к жителям города, слегка подзабыв, что в подопечном городе с его ведома отрубили интернет. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И всегда в конце каждого выпуска я выражаю вам искреннюю признательность за вашу моральную и финансовую поддержку. Коков Рахмет. Огромное всем спасибо. Мы делаем гиперболей вместе. Донаты послать очень легко на номер телефона, на номера банковских карт Халык и Каспий Голд, на Каспий Пэй, перед вами на мониторе QR-код, который вы сканируете с помощью мобильного приложения Каспий. А зарубежные подписчики могут нас поддержать по системе международных переводов PayPal. Ну а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Сауболныздар! Субтитры создавал DimaTorzok